МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Вся политика государства должна быть направлена на развитие производства. Мы сейчас имеем политику удушения производства в Российской Федерации. Мы неконкурентоспособны. Вот чего нам нужно добиться, как это удушение конкурентоспособности нашего производства. Научный подход Павел Грудинин рассказал о своей предвыборной программе сотрудникам Института океанологии имени Петра Ширшова. Я прошу вас, чтобы мы все объединили и сказали, не лезьте к нам, не лезьте, не дайте развалиться нашему хозяйству. Работники совхоза имени Ленина вышли на площадь, чтобы защитить честь предприятия. Они убеждены, их земли пытаются захватить рейдеры. Надо было заявить, что мы меняем курс, что та команда, которая завалила мои 10 указов, не может дальше работать, что я все сделаю, чтобы сформировать правительство национальных интересов и реализовать свои обещания. Нет ответов на главные вопросы. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике послания президента Федеральному собранию. Это не дебаты, это базар. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во время предвыборных дебатов на Первом канале покинул студию. Он заявил, что сегодня дебаты кандидатов в президенты превратили в шоу. Мне очень приятно, что все кандидаты, которые здесь стоят, прочитали нашу программу и растащили ее по своим тезисам. Но я хотел к вам обратиться. То, что сейчас здесь происходит, это не дебаты. Это базар, это какие-то крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы. Это интервью. Мы предложили вам сделать все по-другому. Центральная избирательная комиссия и центральные телеканалы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Сделали из этих вот так называемых дебатов шоу. И занимайтесь только одним – тем, что портите отношение к президентским выборам. Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы, потому что это балаган. Если вы собираетесь что-то изменить в этой ситуации, вы должны тогда принять наше предложение сделать дебаты, а не вот это вот – выстраивание всех и ваше интервью. Уверенно вам говорю, что вы фальсифицируете статистические данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация уже не один год. И дело даже не в санкциях, а в том, что именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентоспособной. Правительство Российской Федерации давно должно выгнано быть президентом. Но до сих пор вот этот принцип, что плохие, но наши – свои. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию. Потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. В избирательном штабе Павла Грудинина сообщили, что от нескольких кандидатов в президенты было подано коллективное письмо в Центральную избирательную комиссию и руководству Первого канала. В нем кандидаты требуют изменить формат дебатов. Ответа на письмо пока не поступило. Павел Грудинин встретился с коллективом Института океанологии имени Петра Шершова. Кандидат в президенты рассказал ученым о своей предвыборной программе и о том, как вывести страну из затяжного кризиса. Затем он ответил на несколько десятков вопросов, которые поступили от сотрудников. Общение получилось очень интересным. Подробности в нашем репортаже. Институт океанологии имени Петра Шершова – старейший и самый крупный российский исследовательский центр в области изучения мирового океана и морей. Кроме того, здесь лучшие отечественные ученые исследуют изменения климата Земли и решают проблему экологической безопасности. Приезд Павла Грудинина вызвал большой интерес. Пообщаться с ним пришло большинство сотрудников. Свой разговор с учеными, кандидат в президенты по традиции начал с представления своей программы. В общем-то, программа, она состоит из двух вещей. Первое – это наполнение бюджета. И мы предлагаем, что все национальные богатства, все средства от продажи полезных ископаемых должны быть направлены не в какие-то госкомпании или компании, которые являются прокладками, я имею в виду рост нефтегаз, а прям непосредственно в бюджет. Поэтому, если мы наведем порядок, мы убеждены, что бюджет увеличится в полтора-два раза. И тогда вот эти разговоры о том, что денег нет, но вы держитесь, прекратятся. Второе, что мы абсолютно уверены в том, что эти деньги надо направить правильно. Мы предлагаем минимум 7% доходов бюджета направлять на науку и образование. Павел Грудинин рассказал аудитории, каких успехов даже в непростых экономических условиях удалось добиться его подмосковному совхозу имени Ленина. А затем заговорил о науке – тема, которая, конечно, больше других волнует сотрудников института. Именно вы знаете, как нужно построить науку, чтобы она давала результаты, ну и внедрение. Я в своих выступлениях говорю о том, что в нашей программе есть отмена фоно. Есть возврат к тому, что именно академики и ученые должны определять свою жизнь. Надо вернуться к старым принципам формирования Академии наук. В адрес Президиума поступило множество записок с вопросами от коллектива. И Павел Грудинин взял паузу, чтобы подготовить ответы. А сами ученые тем временем говорили о том, что ситуация сложилась критическая и нужно срочно спасать страну. Несправедливость – вообще это тоже страшная вещь. Это же устойчивость государства, справедливость. Она вообще может возмутить народ. И народ, когда возмущенный, он все ломает. Мы сейчас в такой ситуации, что не нужен экономический нам рост. Но понастроим мы квартир, создадим автомобиль, все равно вы ничего не купите. Нету денег. Вообще можно довести до абсурда. Вообще людям не платить. Вы знаете, надо полностью экономить. Вот это самое ужасное. Самое ужасное в экономической деятельности. Чтобы что-то реально поменять, путь только один – это выборы президента Российской Федерации. Их результат зависит от каждого из нас. А победить можно только всем вместе. Задача выборов – объяснить, дать возможность, чтобы народ что-то понял. В конце концов, в своих бедах, самое главное – самый виноватый народ. Как бы это было не печально, но это так. В конце концов, если бы народ понимал, но он бы вышел к урнам и сделал соответствующий выбор. Но ведь не получается. И поэтому сейчас очень важно поднять наш уровень, нашего народа. Ученых, академиков, я только единственное прошу – максимально придите действительно к урнам. Максимально уговорите своих детей, друзей, товарищей. Ну, несложно это – прийти, немножко подумать и проголосовать. Павел Грудинин отвечал на вопросы сотрудников института почти целый час. Людей интересовал самый широкий круг проблем. Кандидатов в президенты спросили, как, на его взгляд, российский народ принимает программу «20 чагов к достойной жизни». Мы проехали очень много заводов, 12 уже регионов посетили, провели там встречи, больше полутора тысяч человек на каждой встрече. И, вы знаете, программа воспринята народом достаточно позитивно. Можно сказать, что после каждого тезиса начинают аплодировать. Особенно людям нравятся такие тезисы, как национализация народных богатств, бесплатное образование здравоохранения, пенсии, которые не надо выплатить из пенсионного фонда, а платить из бюджета. Конечно, для того, чтобы воплотить в жизнь столь масштабную программу, которая должна кардинально поменять вектор развития страны, нужна сильная команда. И такая команда есть. Коммунистическая партия Российской Федерации обладает огромным потенциалом. Кстати, Нигматуллин, Кашин, значит, у нас очень много академиков, в том числе и Кашин Владимирович, молодежи очень много. Вы посмотрите, какая большая команда у коммунистов есть. В том числе и Болдырев, и Филин, и огромное количество национально-патриотических сил, которые тоже в эту команду своих людей делегировали. Поэтому огромное количество умных людей, они еще и патриотичны, и честны. И все они моя команда. Вот я думаю, что и вы моя команда. После окончания встречи Павла Грудинина еще долго не отпускали. Все хотели сфотографироваться с ним на память. До дня выборов у кандидата запланировано еще много поездок по российским регионам. Рустам Саванчев, Георгий Крысенко, Алексей Шаляков и Станислав Коваленко. Красная линия. Работники совхоза имени Ленина вышли на митинг. Они всерьез обеспокоены ситуацией, которая сложилась в последние месяцы вокруг их предприятия. Потоки лжи, обрушившиеся на совхоз и его руководителя Павла Грудинина. Активизация в судах – дело о так называемых обманутых пайщиках совхоза. Все это переполнило чашу терпения. Работники предприятия приняли решение встать на его защиту. Руки прочь от совхоза. Нехрен влезть в нашу жизнь. Жгучий 20-градусный мороз не смог остановить протестующих. На площадь около Дома культуры шли сотрудники совхоза имени Ленина и просто жители поселка. За последние два месяца всех их объединило одно чувство. В их дом влезли без разрешения. Их жизнь обливают черной краской. А ведь всей России известно, что совхоз сегодня – настоящий островок социального оптимизма в московском регионе. И пока есть градообразующее акционерное общество, здесь будет порядок. И я прошу вас, чтобы мы все объединили и сказали – не лезьте к нам, не лезьте, не дайте развалиться нашему хозяйству. Всех в совхозе волнует активизация в судах дела якобы обманутых, якобы пайщиков. Здесь опасаются, что заинтересованные лица пользуются ситуацией с президентской компанией Павла Грудинина для проведения очередной, шестой по счету, попытки рейдерского захвата земель. Но мы стоим. Я уверена, что мы и сейчас выстоим. А зачем им нужно раздолбить наш завоз? Да им нужна земля. Мы им как кость в горле. Им нужна земля, чтобы ее застроить. Протест в совхозе вызвал активное участие в судебном процессе представителей Московской областной думы, в частности, депутата Владимира Жука. Считаем, что данная якобы правовая помощь, поддержанная руководством Московской области, приносит вред нашему акционерному обществу и его руководству. Дело так называемых пайщиков сейчас рассматривается с вопиющими нарушениями. В совхозе сомневаются в объективности действий судей. Мы должны поддержать наш совхоз и сказать, что не надо нас политизировать, не надо политизировать суды и призвать их все-таки к тому, чтобы они исполняли роль свою, роль судебной власти Российской Федерации, которая не должна зависеть от того, что происходит в политической жизни. И сцепащики недовольны тем, что, являясь акционерами, не получают дивидендов. На митинге отмечали, что решение о направлении всех дивидендов на развитие ежегодно принимается на собрании акционеров. И это главная причина процветания совхоза и его поселка. Мы с вами помним, какой наш был поселок. Это была грязь, это не было освещения, это не было тротуаров. И посмотрите, что сейчас. А вы никогда не задумывались, обиженные пайщики, на что это все построено. Вспомнили на митинге и о деле семьи Филькиных, якобы лишенных квартиры. На самом деле, говорили выступающие, дела этого не существует. Александру Филькину предлагали квартиру в старом жилом фонде. Он от нее отказался. Но самое страшное, это то, что как он поступил со своей матерью, как он мог так с ней поступить. В этой квартире были камеры видеонаблюдения. И то, что попытка самосожжения матери была заснята на эту видеокамеру, вызывает удивление. Только он виноват, что разрушено здоровье его родителей, что нет покоя его семье. В конце митинга собравшиеся подписали резолюцию. В ней они призвали гражданское общество обратить внимание на политически ангажированные атаки на совхоз имени Ленина и его собственность. Анастасия Лукашевич, Красная линия. Пока сотрудники совхоза имени Ленина митинговали, Московский областной суд в беспрецедентно короткие сроки рассмотрел жалобу пайщиков совхоза на определение Видновского городского суда. Напомним, что это определение было вынесено 21 февраля. Суд тогда не стал рассматривать иск истцов к совхозу в связи с неправильной подсудностью и предложил им обратиться в арбитраж. Его жалобы на это постановление уже рассмотрены в областном суде. Дело возвращено обратно для нового рассмотрения. Юристы совхоза имени Ленина обеспокоены тем, что в процессе грубо нарушаются сроки. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, дело должно было находиться в суде первой инстанции в течение 15 дней, то есть до 13 марта. Рассмотрев эту частную жалобу, Московский областной суд нарушил права не только требования законодательства, но и права всех лиц, участвующих в деле. Это не только стороны, это и третьи лица. Юристы совхоза намерены подать жалобу в кассационную инстанцию по поводу нарушений при рассмотрении дела так называемых пайщиков. Виталий Мутко подал апелляцию на решение спортивного арбитражного суда о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр. Об этом вице-премьер заявил в интервью информационному агентству «Интерфакс». Напомним, что еще 5 декабря МОК объявил, что Мутко не сможет принимать участие в любых мероприятиях на будущих Олимпиадах. Коротко о других новостях в стране. Центр избирком не может давать оценку поведению кандидатов в президенты. Это вопрос их воспитания и этики. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ранее Владимир Жириновский во время дебатов нецензурно оскорбил Ксению Собчак. В ответ она облила его водой. В Министерстве труда и социальной защиты опровергли сообщение о том, что ведомство займется возрождением сети вытрезвителей. Ранее с таким заявлением выступил главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Напомним, последние вытрезвители в стране закрыли в 2011 году. «Газпром» отказался поставлять газ на Украину с 1 марта. Энергетическая компания приняла такое решение из-за несогласованности дополнительного соглашения по контракту. В свою очередь «Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» как нарушение решения стокгольмского арбитража. В Москве открылся первый розничный магазин «Декрипто». В нем можно приобрести оборудование для создания криптовалют. Также площадка будет задействована для развития в сфере майнинга. С этой целью посетителям будет предоставлена возможность посещать лекции о легальных схемах заработка на криптовалютах. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. 14-е по счету церемонии оглашения продолжалось два часа. Президент рассказал об основных проблемах, стоящих перед Россией, и обозначил пути их решения. 14-е послание президента к Федеральному собранию прошло в выставочном зале «Манеж». На церемонии присутствовали более тысячи гостей и около 700 журналистов. В начале своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что позиции государства определяет прежде всего народ. В основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв. С 2000 по 2012 год бедность в стране сократилась на 20%, отметил президент. В стране много нищих. И хотя их в одно время сократилось количество, сегодня не только 20 миллионов. Хочу напомнить по официальной статистике, на 20 тысяч рублей менее живет 44% населения. Это вообще катастрофа. В социально-экономическом блоке послания говорилось о необходимости прорыва в высоких технологиях, увеличения ВВП в ближайшие 6 лет в два раза, о поддержке материнства, детства и старшего поколения, об изменениях в экологическом законодательстве. Президент говорил о развитии городов, о внедрении передовых технологий в сферах строительства, транспорта и ЖКХ. Это новые экономические и социальные перспективы для людей. Современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Все это послужит формированию в России массового, деятельного, среднего класса. Однако реализация этих планов маловыполнима, уверены в КПРФ. Вы поставили задачи, объявили приоритеты, где деньги. В том бюджете, который подписал Путин, на ближайшие три года ассигнования в экономику сокращаются на 17%, на социалку примерно на то же самое, и нет средств для поддержания, образования, науки и здравоохранения. Там хорошие копейки, в два раза меньше, чем требуется для реализации тех задач, которые он поставил. Многие положения сегодняшнего послания уже озвучивались в предыдущие годы. Однако ситуация не меняется. К сожалению, в этом послании об экономике было сказано некоторым образом вскользь. Теперь, что касается социальной сферы, да, было сказано по социальной сфере и много было сказано, но было сказано только в виде прожектов. Я не могу сказать проектов, потому что это действительно прожекты. Оно не все выполняется и много говорится, но не выполняется. Значительную часть своего послания президент посвятил обороноспособности страны. Глава государства рассказал, что оснащенность армии новейшим оружием возросла многократно. Мы начали разработку таких новых видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полета при движении к цели. А значит и системы ПРО в борьбе с ними бесполезны и просто бессмысленны. То, что показали, по крайней мере, думаю, отрезвитые американцы. Они давно вышли из договора СНВ, но они надеялись, что нас окружат базами и обесценят наш ядерный, ракетно-ядерный потенциал. То, что показали, полностью перечеркивает их стратегию. Оценивая президентское послание, ряд экспертов высказали мнение, что оно весьма напоминает предвыборную программу. Это политическая реклама, потому что все основные пять положений, которые характерны для политической рекламы, присутствовали. Это стремление запугать, у нас есть враг, стремление показать, что выход есть. Это желание показать, что есть люди, которые знают выход и знают, как добиться счастья. Ну и призывы, лозунги. Напомним, предыдущие послания президент озвучивал в конце года. Нынешнее прозвучало в марте, менее чем за три недели до выборов. Если, как нас пытаются убить, это сильнейший кандидат, то почему же он не участвует в дебатах на равных, а создает для себя столь тепличные условия. Вот я сегодня выступал в дебатах как раз в то время, когда он читал свое якобы послание. Он читал его два часа, а я, представляю, кандидата Грудинина, имел три раза или четыре раза по две с половиной минуты. Если бы пошел не я, пошел бы кандидат, а имел бы три раза или четыре раза по две с половиной минуты. На мой взгляд, конечно, оно обращено ко многим избирателям, но избиратели будут оценивать прежде всего по своему состоянию. 41-й месяц страна продолжает нищать, а доходы граждан сокращаться. На ближайшее время никаких серьезных изменений при таком бюджете быть не может. В своем послании, ставшем программной речью, Путин заявил о предстоящей шестилетке. Без кардинальных изменений в социально-экономическом курсе очевидно одно – нас ждет продолжение прежней политики обещаний. Кирилл Гуцков, Красная линия. В Россию вновь будет разрешен ввоз овощей и фруктов из Турции. Об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что официально это решение вступит в силу 5 марта. Коротко о других новостях в мире. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил о необходимости создания программы развития ДНР. По его словам, она должна охватить все сферы жизни. Однако акцент будет сделан на социальных вопросах. В Сирии, в Восточной Гуте, продолжаются обстрелы гуманитарного коридора. Об этом заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин. По его словам, жители Восточной Гуты просят правозащитников помочь им покинуть регион, контролируемый боевиками. В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, тысячи учителей вышли на акцию протеста. Педагоги требуют повысить зарплату на 24%. Ранее правительство страны предложило увеличить заработную плату на 12%. Но профсоюз преподавателей посчитал эту прибавку незначительной. Правительство Южной Кореи приняло закон о сокращении рабочей недели. Теперь вместо 68 часов граждане республики будут трудиться 52 часа в неделю. По мнению парламентариев, увеличение свободного времени улучшит качество жизни корейцев и повысит производительность труда. Пять лет назад возле поселка Новохоперский Воронежской области Уральская горно-металлургическая компания получила право на разработку двух медно-никелевых месторождений. С этого и начались беды у местных жителей. Это поселок Новохоперский. Он в трех километрах от никелевого месторождения. В этом пруду люди и рыбу ловили, и купались, но теперь уже не рискнут. Вот такого цвета не было, да, раньше? Нет, конечно. Ну, раньше не было, конечно. Чистейшая вода. Пить можно было. Сам в августе месяце вот она начала постепенно-постепенно краснеть. Набирал цвет. А вот перед тем, как лед стал, вообще вот стала так, как кровяна. Ну, до этого не было никогда. Ну, только от никеля, думаю. Ну, сударь, наверное, не говорят, что в воде там находится причин. Почему она красная? Нету. Не знают, что она находится. Ну, вроде, говорят, вода безопасна. А не знаете. А как можно не знать и говорить, что безопасна? Пока власти тянут с комментариями, люди успели собрать деньги, чтобы отправить воду на анализ в Москву. И уже получили его результаты. При норме 0,2 беккер на килограмм, здесь суммарная альфа-активность 0,78 беккер на килограмм. Это превышение в 3,9 раз. Примеры специального репортажа Максима Скороходова «Прихоперская пустыня» смотрите на сайте нашего телеканала airline.tv. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!